А китайские инженеры бросают вызов французам. У самого быстрого в мире поезда ТЖВ появился конкурент. В КНР пущена железнодорожная ветка, по которой спецсостав буквально летает с крейсерской скоростью 350 км в час. Одним из первых. Преимущество китайского суперпоезда оценил Дмитрий Собиев. Это, пожалуй, единственный пока недостроенный олимпийский объект. Огромный транспортный терминал площадью 320 тысяч квадратных метров. Царство рабочих, инженеров, которые лихорадочно настраивают все системы. До сдачи вокзала в эксплуатацию осталось чуть более недели. В общем, еще один сюрприз, подготовленный китайцами к олимпиаде. С чувством гордости готов сообщить вам, что 1 августа в Китае появится новая высокотехнологичная железная дорога. Одновременно будет введен в эксплуатацию и этот вокзал. Сложное переплетение обычной и скоростной железной дороги с недостроенными еще линиями метро по замыслу архитекторов станет настоящей достопримечательностью Пекина. Разве что инженеру-строителю под силу разобраться в этой схеме напоминающий слоеный пирог. На поверхности расположены железнодорожные пути уровнем ниже зоны пересадки. Далее 10-я ветка метро и еще ниже 14-я линия подземки. Скоростной поезд «Гармония» гордость китайских железнодорожников пока работает в тестовом режиме. Дистанция в 120 километров. Благодаря этому футуристическому локомотиву олимпийский город Тяньцзинь, где в августе будут проходить футбольные матчи, стал намного ближе к Пекину. В первое время между двумя городами будут курсировать 120 составов. Такой поезд, считают специалисты, будет серьезным конкурентом самолету. Вся эта зона предназначена для новых скоростных поездов. С 18-й по 24-ю платформы отведены под маршрут Пекин-Тяньцзинь, а остальные зарезервированы под Шанхайский экспресс. Постепенно набирая скорость, состав за несколько минут разгоняется до такой степени, что дома и деревья по сторонам просто несутся вскачь. Это особая технология, разработанная китайскими инженерами, поясняют проводницы. Кроме мерного гулу кондиционеров, ничто не нарушает тишину в вагоне. Даже на максимальной скорости можно беседовать, не напрягая голосовых связок. Первыми пассажирами суперпоезда станут гости Олимпиады 2008. И в забеге на короткую дистанцию, выражаясь спортивным языком, у него есть все шансы на Олимпийское золото. 350 км в час. Даже не успеваешь полюбоваться пейзажем за окном. Дорога до Тяньцзиня занимает менее получаса. Дмитрий Собиев, Борис Агапов, Вести, Пекин, Тяньцзинь.